Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Необходимо ли продолжить экономить средства на новогоднем украшении Кирова? Спрашивает Вячеслав Николаевич Ну и самый популярный вариант ответа Тут более 2000 человек проголосовало Почти 40% считают, что экономия недопустима Поскольку это большой праздник А я вот, например, ответил, что необходимо максимально экономить в наше время Ваша точка зрения Я ее озвучил еще когда был депутатом городской думы Я считаю, что с учетом текущей ситуации Которая была и три года назад, и четыре Когда у нас не до конца благоустроены базовые улицы Ну, основные улицы, правильно сказать, и так далее И тратить столько денег на празднование Нового года Я тогда выступал против таких сумм Я выступал за максимальное снижение Там меня коллеги даже прозвали скруджем Который пытается украсть Новый год у кировчан Ну, это связано с тем, что там праздник, он же в душе И тем самым мы, когда тратим На мой взгляд, особое мое мнение Значит, когда мы тратим такие деньги на Новый год Но при этом потом говорим, что не хватает денег, чтобы благоустроить Какую-нибудь зеленую зону, сквер и так далее Или подходы, тротуар, дорогу, там еще что-нибудь И опять же в семье Вот мы, представьте, впереди у семьи юбилей И каждый живет посредством То есть, если можете позволить себе юбилей в ресторане, да Но если вы живете достаточно скромно То никто не будет тратить последние деньги вот на это Вот почему-то в рамках... Ну, не факт Есть такие люди, которые считают, что... Разумный считается Ну, разумный, разумный, скажем, все-таки же метод Это жить посредством И я всегда по этому говорил, и мое мнение изменилось Что, повторюсь, ориентироваться в праздновании Нового года на Москву Или на другие города не стоит И здесь, повторюсь, нужно сделать так, чтобы оно было в соответствии И не тогда, если вы делаете великолепный, хороший Новый год Ну, тогда не говорите, что у вас не хватает А такие ответы есть Не хватает 100 тысяч, 150 тысяч, чтобы залатать какую-то базовую историю В детском саде, в школе и так далее Вот я про это Именно в этой точке зрения, а не то, что Новый год нужно отменить У меня день рождения 31 декабря Это мой любимый праздник, Новый год Так что я только в этой части Вы тоже сталкиваетесь с такой ситуацией, когда люди поздравляют друг друга с Новым годом Но забывают, что у вас день рождения Ну так Нет, никогда такого не было Благодаря вашей радиостанции Сейчас еще больше людей узнают, когда у меня день рождения Я думаю, что имеет место быть Оставляют активно люди комментарии под постом Вячеслава Николаевича И, кстати, да, очень много там указаний на то, что Самым лучшим праздником было бы, например, хорошее освещение города Прямо во всех уголках его, чтобы было видно Автомобилисты, чтобы видели пешеходов Пешеходы-автомобилистов и так далее То есть вот говорят о том, что у нас есть насущные проблемы Которые стоило бы решить Ну и на прошлой неделе стала известна сумма Которую собираются потратить на новогоднее оформление города Я подчеркиваю, это не только театральная площадь С порядка 30 миллионов рублей Много это или мало? Ну вот трудно судить Что за эти деньги можно сделать? Учитывая, что много чего подорожало в последнее время Ну, я думаю, что цифра 30 миллионов достаточно большая Повторюсь, можно ли сделать меньше? Можно И от этого праздник будет, может быть, визуально меньше Как-то заметен изнутри, но он будет также эмоционально насыщен Я пример уже привелся раньше в вашей передаче Вернемся к событию, которое имело место быть на прошлой неделе Я имею в виду послание губернатора Александра Соколова Депутатом областного законсобрания Вы, разумеется, присутствовали Да, конечно Если вкратце о чем говорил губернатор Говорил он о людях, о поддержке различных категорий О новшествах, которые будут реализованы в ближайшее время Как вам? Такой с общей оценки послания хочу начать Как вам это выступление? Услышали ли вы то, что хотели услышать? Может быть, чего-то не хватило? Почитал комментарии ваших коллег Ну, в целом, такой позитивный взгляд на слова губернатора Как у вас? Ну, послание в целом достаточно информационное Ну, такое емкое и информационно раскрытое Вот, мне лично не хватило что? Мне не хватило каких-то подытогов от прошлого ЗАГСа Послание, прошу прощения, которое было в августе прошлого года Потому что там было намечено, на мой взгляд, более эмоциональные истории И более живые Потому что он много тогда говорил про простых жителей Много говорил о том, что предстоит сделать Близость чиновников В статусе ИО еще, да? Близость о том, что чиновникам нужно быть ближе к людям Слышать их И вот в этом направлении, на мой взгляд, сделано, ну, во всяком случае, губернатором немало Но не факт, что всеми чиновниками И мне этого не хватило То есть, ну, как пример просто В том числе не хватило, что касается строительства Потому что было достаточно много хороших моментов И направлений движения в августе прошлого года И мне не хватило А что получилось, что не получилось более конкретно Потому что такое ощущение Вот если бы я на прошлом послании не был То это послание, ну, мне бы оно Я бы воспринял бы вот так, как и есть Но, повторюсь Максимальный эффект, новизны такой Да, эффект новизны Но в прошлом послании мне вот этого не хватило Возможно, говорю, там Специалисты, которые помогали разрабатывать Посчитали, что это, ну, там Как-то уйдет в негатив еще что-то Это не мне судить, но это первое Второе, был ряд моментов, которые, на мой взгляд, были достаточно Опять же Хорошо звучали, но не до конца продуманы Возможно, в этом придет время Ну, это по поводу как раз доплаты За первого ребенка За первого ребенка, да Потому что, на самом деле, история, когда у нас Воспитатели, врачи, работая, получают зарплату Там 25-30 тысяч, а выходя в декрет Будут получать доплату до среднего Ну, знаете, такая история Которая может привести к тому, что Мы и сейчас испытываем недостаток В ряде профессий в социальной сфере То есть здесь ситуация усугубится Вот, тем более, что вопрос Средней зарплаты, там, он достаточно Сам губернатор озвучил, да, ведь сумму 46 Да, 46 тысяч рублей по региону Ну, во-первых, средняя зарплата Это не медианная зарплата, чтобы вы понимали Там, если есть 5 минут, буквально скажу Давайте, да Люди, коллеги, кто знаком с математикой Может меня подтвердить или посмотреть в интернете Дело в том, что раньше Росстат Приводил данные по медианной доходу На душу населения Это не зарплата немножко, но тем не менее И средней, и среднему доходу И эти цифры точно различаются В чем разница? Средняя, это как средняя температура по больнице Вот, а медианная, это наиболее часто встречающаяся То есть, как пример, если мы возьмем 10 человек 10 человек, просто пример Один получает 1000 рублей Значит, 8 человек получают, ну, например, 5000 рублей А десятый человек получат 19 тысяч рублей То средняя зарплата будет 6 Средняя 6 Но при этом 8 получает 5 Еще один получает 1000 Понимаете, да? А вот медианная зарплата будет 5000 рублей Понимаете, разница Вот такой пример Если бы тот последний получал бы не 19, а 39 То цифра была бы еще сильнее разница Поэтому средняя зарплата, которая сейчас есть Она действительно, наверное, такая Но она сложилась в том числе Потому что сфера ВПК Она получила хороший прирост Это здорово Как бы и профессия, мне кажется Рабочие профессии, они стали более востребованы Но при этом блок социальной сферы Он точно не вырос так сильно Там, да, если говорить То есть учителя, врачи Конечно, да У них, ну, на заводах Особенно первое время Там зарплата, когда не хватало специалистов Это не секрет И повторюсь Там мне говорили Ну, это не факт Что это действительно там У всех повсеместно Но говорили о двукратном росте зарплаты То есть, да Там, когда средняя зарплата выросла Там до 80 тысяч рублей Там на том или ином заводе Когда было 40 И это повлияло А так у нас доля ВПК достаточно большая Там, могу ошибиться На уровне 20% От всей промышленности Может быть, даже больше То, безусловно, средняя зарплата выросла Но, повторюсь Это не все люди И это как бы Если мы сейчас будем всех Выравнивать по этой сумме То мы, повторюсь Можем столкнуться Это как пример просто Если мы там Не доработаем до конца Мы столкнутся с тем, что Да, рожать будут Уходить декрет Сори Там будут больше Но, опять же Мы увидим провал в другом И, на мой взгляд Более правильно Ведь, почему люди Не заводят иногда Первого ребенка Ну, потому что Чувствуют, что Они не защищены Я не задавал себе Этого вопроса Когда ребенок появился Первый в семье А второй еще вопрос Знаете, какой Это теневой сектор Ведь, если мы всем будем Дотягивать до средней зарплаты То люди, которые сейчас Получают мрот А всю остальную зарплату В конвертах То, по сути дела Мы им говорим И продолжайте так же Потому что, даже если Вы выйдете с первым ребенком И, если сейчас В этой ситуации Вы будете получать мрот То есть, там Первые Семьдесят дней До семидесяти Первые, скажем Семьдесят дней до рождения Ребенка Семьдесят после рождения Получают среднюю зарплату Если у тебя мрот Ты мрот и получишь Откуда И сейчас Не очень большая Опять же С точки зрения Росстата Данные Сколько получают люди Находящиеся там В декрете Потому что, ну Очень много серой зоны На мой взгляд У меня тоже была такая мысль Согласен Спровоцируем И дальше двигаться В этом направлении Что, на мой взгляд Не совсем корректно Нужно ли поддержать Рождение первого ребенка Однозначно, да Вопрос В каким образом Это идти Ну, вот это требует Анализа Мне, как показалось Это одно Ну, из Одно из немногих Таких Озвученных Направлений Не до конца проработано Как в свое время Там Две трети Управляющих компаний Лишить лицензии Вот примерно Вот в том же направлении Ну, там тоже Еще, если продолжать Там масса вопросов Рождается Меня, например Волнует А процедура Она насколько проста Или насколько непроста Будет оформление Вот этого пособия Да Это пособие Как его называть Ну Официально Такого термина Они пока не проработаны Скорее всего Это будет Какая-то Дополнительная Пособие Из областного бюджета Потому что Областной бюджет Как бы безусловно Будет испытывать большую нагрузку Это отдельная история Потому что То, что мы видим В этом году У нас уже Два раза Менялась доходная часть В сторону увеличения Но в том числе Она связана с тем Что, во-первых Часть доходной части Это результат 22-го года Не факт, что сейчас Ситуация такая Ну и Что касается Значит НДФЛ То, безусловно Мы как раз видим По ряде отраслей Тот рост Который как бы привел В следующем году На мой взгляд Ситуация по бюджету Будет точно сложнее И необходимо Будет более Ну скажем так Более Вдумчиво И серьезно Прорабатывать Те статьи Которые есть Тем более Что на следующем году Еще и Юбилей Областного центра И необходимо Это тоже Повлечет какие-то траты Да, по поводу первенца Я тоже еще один момент Не допонял Вот только первый ребенок Появился И мы будем доплачивать Мамам А появляется второй Все, она слетает С этой выплатой Или что? Дело в том, что Мы же знаем, что у нас Зачастую такие бывают Ситуации Так называемые Погодки Когда уже через год Появляется второй ребенок Ну, иными словами Если у вас возникли вопросы Возникли вопросы Думаю, у тысячи кировчан Это не значит Что инициатива Абсолютно неверна Но она точно требует Проработки Потому что даже Исходя из того Как зал Отреагировал На эту новость То есть После первого Эмоционального восторга На мой взгляд Там, где Во всяком случае Я находился Вот Скажем Между собой Были вопросы Как раз того рода Который я вам сейчас Только что озвучил То есть Как это будет формироваться Кого мы будем стимулировать И не стимулировали Мы те социальные группы Которые точно Нужно стимулировать В другое Ну я сейчас про серые зарплаты И вывод их в стене Потому что это точно Не та история И текущая ситуация По выплате декретных Если говорить в целом Она как раз стимулирует Людей Которые там Собираются Завести ребенка Все так же Идти на Те предприятия Где платят Официальную зарплату Вот А не просто Зарплату серую Или в принципе Вообще Нигде не работать Официально А зарабатывать Ну там Получать зарплату 100% в конверте Еще из озвученного На входе послания Губернатора Это еще один первый Вице-премьер Михаил Сандалов И губернатор Пообещал Весной следующего года Представить кандидатуру Главы Кировского правительства На ваш взгляд Насколько Мы нуждаемся В этих переменах Ну об этом Было Заявлялось То есть Еще в бытности Когда Соколов Был Исполняющий обязанности Он говорил о том Что первый период Чтобы разобраться Ситуацию Он будет сам Курировать все вопросы Но как показывает Практика И других регионов И страны в целом Да и в бизнесе Такая же история Лучше разделять Такие стратегические вопросы Которые должны быть Ведене губернатора Ну и такие Тактические Потому что Там мы видим Что еженедельные Планерки по понедельникам Да Это точно Эффективная история В ряде случаев Но это На мой взгляд Это не уровень губернатора Это как раз уровень Председателя правительства Председателя правительства И если такой человек Появится И будет продолжать Это же направление Повторюсь По сближению чиновников С населением Решение каких-то Социальных вопросов В том числе точечных Ну это здорово Будет кто это Сандалов Или кто-то иной Ну мне кажется Знает об этом только губернатор Все остальные мы можем только гадать А может еще и не знает Может только еще В этом направлении Только какие-то мысли Еще появляются По поводу зарплаты Еще Не секрет Что у нас регион Входит в список Субъектов Где зарплаты растут По крайней мере На бумаге Средние Средние зарплаты Растут Самыми быстрыми темпами И вот Такой контраст получается Тоже в конце Прошлой недели Появились результаты Опроса проведенного Компанией Headhunter Согласно этих данных Более половины Жителей нашей области Вернее 51% Им зарплаты Не хватает На самые основные расходы Еще треть Респондентов Заявили Что в общем-то Денег хватает Но надо стараться Чтобы свести Ну не то чтобы Концы с концами Но вот на основные Какие-то жизненные траты Чтобы денег хватило Итого 80 с лишним процентов Жителей нашего региона Ну они мягко говоря Недовольны Уровнем дохода Которые у них есть Вот плюс 15-20 бы тысяч Сказали респонденты Вот было бы тогда Более-менее хорошо Настораживать Здесь два фактора И вот то что Первый фактор И то что я говорил Средняя и медиана Потому что Если Никто не знает Росстат Дело в том что Перестал публиковать данные Между медианой и средним В 2020 году То есть уже последние Трех лет Никто не знает Кроме Росстата Ну и естественно Тех кто Кому положено знать В чем эта разница На мой взгляд Она усиливается Потому что Даже если взять 20-й год То по Москве Разница там Почти Несколько раз Отличается То есть медиана И средняя То есть это говорит О расслоении общества То есть поэтому Во-первых Часть людей Которые не видят Большого роста зарплаты И не видят зарплаты 46 тысяч Они фактически Действительно Испытывают потребность Но здесь еще второй фактор И сказать сложнее Какой важен Это когда человек Какую бы зарплату Не получал Вот Через три месяца Считают Что ее недостаточно Меняются потребности И поэтому Спроси любого человека Который получает зарплату Там 20 тысяч Сколько нужно Он скажет 30 Через три месяца Он скажет Мало Потому что Не потому что он Забыл Что было раньше У него меняются Там Такие затратные части Но это вопрос Чем больше получаешь Тем больше хочется Поэтому здесь два фактора Я Там По ним Верю Что такое исследование Получила И поэтому Спросив сейчас Людей даже С зарплатой 46 тысяч рублей Вот Я думаю Что пропорции Может быть другие Но не все будут довольны Хотя Там С точки зрения Опять же Росстата Это выше прожиточного Минимума Это закрывает Потребительскую корзину И так далее То есть Поэтому задача Наверное Государства Заниматься тем Что все-таки же Во-первых Медианная зарплата На мой взгляд Должна быть Очень близко К средней То есть Это говорит о том Что расслоение С точки зрения Зарплат Минимально Вот А во-вторых Все-таки же Это вот Медианная зарплата Должна быть Закрывать Точно базовые потребности И Тогда Люди Будут стремиться Жить в этом регионе В этой стране В этом городе Хорошо Перейдем Еще к одному событию Еще к одной теме Которая Получила широкое обсуждение На прошлой неделе Я имею ввиду Законодательную инициативу Вашего коллеги Дмитрия Русских Руководителя фракции Справедливая Россия Патриота за правду Мы говорили С Дмитрием Михайловичем Тоже на прошлой неделе По этой теме Имеется ввиду Распространение Или расширение Действия регионального закона О тишине На садоводческие Товарищества Дмитрий Михайлович Уверен в том Что люди На свежем воздухе В Собственно Садовый Садово-огородный сезон Должны отдыхать Но отдыхать им мешают Устраивают вечеринки Там какие-то Допоздна гуляют Вы поддерживаете Да Я высказал свою точку зрения Я поддерживаю целиком Данное начинание Дело в том Что здесь Нужно понимать Что Приобретая участок В Сантре Ну садовочном товариществе Мы берем на себя Ряд обязанностей И сейчас К сожалению Как и в городе Приобретая жюри Как и в городе То же самое Мы же как говорим Хотите пошуметь Круглосуточно Купите себе Такую квартиру Чтобы соседи Вас не слышали Купите дом То же самое Касается СНТ Когда коллеги Другие коллеги Кто не поддержал Инициативу Рели о том Что ну как же так Неужели нельзя Сходить в баню И так далее Можно Но соседи Вас не должны слышать Дело в том Что у меня в округе Достаточно много Садовоческих товарищей И жалобы такие есть И сейчас Председатель Копера Ну вот этого Садового Общества Он не имеет Никаких полномочий Чтобы регулировать Процесс Таким-то образом Воздействовать На тех Кто нарушает Сейчас появится Да Будут какие-то Моменты Нужно наработать Практики Как это все делать Куда будет выезжать В том числе полиция Потому что Есть СНТ Которая расположена Как бы В Кирове Но Находится далеко За пределами Вот Это другая история По словам Дмитрия Михайловича Будет договоренность Достигнута С МВД И якобы Будут реагировать Оперативно Ну вот я сомневаюсь Честно говоря Насколько там Быстро смогут приехать Службы МЧС Скорой помощи Реагируют на обращения Повторюсь То есть если это не происходит Тех норматив Которые есть В том числе Например если говорить Про оказание первой помощи То это уже Другой История Другой Немножко Книги Там да То есть нам нужно Заниматься тем Чтобы Если город растет Или какой-то другой Муниципалитет Что все-таки же Другие все службы В том числе Повторюсь Не только полиция А в том числе И скорая помощь И МЧС Они могли Предоставлять Свои Услуги Возможности На этой территории Как бы Без ограничения А сейчас Это долгая история Была Ну такая давняя история Село Русское Значит Башарова Которая является Например Кировом Но вопрос Насколько быстро Туда приедет Система Не дай бог Машина Скорой помощи Или пожарных Это вопрос У меня есть практика Когда Садоводческий товарищ Повторюсь В том районе Приезжала Через Несколько часов Как бы Вот Это другая история Поэтому Я считаю Что закон Правильный Нужный Вот И он Позволит Всем нам Жить Повторюсь В тех условиях Комфортных Которые нужно А вот если Так категория людей Которые хотят Всю ночь Отдыхать Гулять Это же не возбраняется Но вы К себе Повторюсь Купите Дом в том месте Чтобы рядом Никого не было Таких возможностей В Кировской области В отличие Такой Швейцарии Еще сотни Миллионы Мест Поэтому Поставьте там Дом Баню И Никто вас Слышит Ну понимаю Ваш посыл Да Начинать нужно С себя Требования к себе Нужны предъявляться Но если Откатиться На 20 лет назад Да Там же Звучали Такие доводы От ваших коллег Депутатов Ну что же Мы молодежи Это все Запрещаем Она ведь Поэтому В том числе И уезжает Потому что У нас Зарегламентировано Давайте по-человечески Вспомним себя Молодым В Москве Закон о тишине Более жесткий Чем у нас Там еще днем есть Да И в Москву При этом Все приезжают Поэтому Скажем так И К слову говоря Потребление Например Запрет на потребление Алкоголя В общественных местах В Москве Вступило раньше Чем в Кировской области Поэтому Из-за этого Ли уезжают Точно нет Ну Моя точка зрения То что нужно Не запрещать А больше Зарешать Конечно Но мы сейчас Пока настраиваем Те базовые вещи Которые повторюсь Должны Удовлетворять Большинство населения Если вы спросите Пенсионеров Людей старшего возраста Или даже молодежь Насколько им будет комфортно Находиться В садовом участке Если сосед Сейчас Имеет право Включить музыку На полную громкость Всю ночь На протяжении Всей недели Ну Я думаю Что мы все Получим такую обратную связь Что больше Трени уже не будет Ну кстати По словам Дмитрия Михайловича Есть планы И по внедрению у нас Тихого часа днем С 2025 года Если не ошибаюсь Он у нас говорил Об этом в эфире Есть Да Опять же Город активно растет Появляется много Молодых семей Несмотря на то Что пока Мы еще не вышли Там Из такой демографической ямы Но тем не менее И безусловно Они Сейчас не защищены Когда ребенок Их днем спит А формально Строительные работы Могут продолжаться То есть в первую очередь Семьи с детьми С грудными Маленькими С детьми С пенсионерами Сейчас Пытаются по-соседски договариваться Но не всегда Это получается И закон По сути дела Не на их стороне Поэтому Это же не те ужесточения Которые мы делаем сверх Это повторюсь Те базовые истории Которые мы должны Как цивилизованное общество Сделать И опять же На примере Москвы Из-за этого От нас уезжать не будут Нам нужно просто Создавать Дополнительно С этим Другие привлекательные условия Чтобы молодежь Оставалась Или возвращалась После учебы К нам в Киров Михаил Ковязин Депутат законодательного собрания Кировской области Беседуем именно с ним И сейчас у нас будет Небольшая рекламная пауза Через полторы минуты Мы наш разговор Продолжим Продолжаем наше общение С депутатом областного Законсобрания Михаилом Ковязиным Сейчас хочу Вспомнить О вашей инициативе Имеется ввиду Перенесение сроков Начала продажи спиртного В розницу Законопроект Вашими коллегами Не был поддержан Но все-таки Продолжите ли Михаил Думать в этом направлении Может быть Как-то трансформировать Эту идею Ну я напомню Что у нас в настоящее время По федеральным меркам Продажа Осуществляется спиртного В розницу С 8 утра До 11 часов вечера Вы предлагали Перенести на 10 утра На 10 утра И в воскресенье до 10 Будете продолжать В этом направлении Продолжать Ну я во-первых скажу Что часть коллег Меня услышала И поддержала Их было меньшинство Часть коллег Проголосовала против Часть воздержалась Я думаю что Время покажет Что Федеральная инициатива Которая идет Со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации В этом же направлении У них более даже Жесткие требования Хотят с 11 часов Как было во времена СССР Сделать Пойдет Но тем не менее Пока Этот опыт Ну этот законопроект Не прошел Будем смотреть В другую сторону Потому что Достаточно много И это справедливая история Что магазинов 24 Здесь пока Самая сложная история С точки зрения Законодательства Как ограничить Их работу Вот в этом направлении Буду продолжать Двигаться Есть Мысленно Нужные Консультации Со стороны И сейчас Общаюсь Со стороны И МВД И других Органов Для того Чтобы мы Действительно Закрыли лазейки Для не Чистоплотного Бизнеса А для тех Кто Работал В рамках закона Их не пострадало Потому что Повторюсь Моя инициатива Про изменение срока Это не Про бизнес историю Это про социальные Про социальные Моменты Связаны с тем Что Не для того Чтобы там Бизнес еще сложнее Стал жить А для того Чтобы наше общество Все же При равном выборе Сделало Правильный выбор И меня очень радует Что в процессе обсуждения Ко мне было Очень много Обращений С вами Поддержки От Педагогического состава Школ Детские садики Которые Говорили о том Что да Проблема такая Есть На ее взгляд Когда Мы Сейчас По сути дела Открываем Такие ворота В Не самые радужные Перспективы Когда подрастающее поколение Воспитывается На несколько Других форматах Когда Видит Что Алкоголь Это нормальная ситуация Да И Как раз Перед этим Который мы приняли законопроект Который ограничивает продажу алкоголя И который я всемирно поддерживаю Но повторюсь Он вышел По инициативе прокуратуры Вот Мы имеем ввиду поправки Которые вступили в силу С первого марта С первого марта Ограничения По местам торговли Если бывший перевод был из жилой в нежилой Это На квартирных домах Да Это правильная инициатива И вот Хорошая новость Что Сейчас уже появились первые положительные решения суда По ограничению Уже Торговли После того Как Прокуратура выходит в суд Да Через суд Процесс небыстрый Но Тем не менее У меня есть уже обращение жителей Которые просят практически помочь И подсказать с чего начинать И Это направление Двигаться Повторюсь Там Я продолжу историю Связанную с тем Чтобы У людей Остался выбор Повторюсь Я не за категорический запрет Торговли Алкоголем В целом И не за вынос его Там За город Киров Вот Но Чтобы у людей Остался этот выбор Но при этом Количество мест Торговли Доступность алкоголя Она была Заметно снижена И она точно бы Проигрывала С точки Недоступности Другим Альтернативным источникам А именно Здоровый образ жизни Физкультура Какой-то Правильный досуг Сейчас пока К сожалению Мы видим Что В войну Выигрывает алкоголь Ну Я помню Вы говорили В нашем эфире В том числе Вы достаточно Такой же Строгой позиции Придерживаетесь О том Что Не только Ведь магазинам Которые спиртным Торгуют В многоквартирных домах Не место Вы говорили В том числе Об аптеках Например Кулгозоточных Ну Да Это уже другая Мы сейчас говорим Про работу В ночное время К сожалению У нас В ряде Жилых домов Есть Не только Магазины 24 Но и Пекарни Которые работают В ночное время И сейчас Закон Несильных ограничит Кроме закона О тишине Но тем не менее Они работают И кондиционеры Работают И Безусловно Если мы примем В многоквартирных домах И люди жалуются И в том числе На аптеки Круглосуточные Которые Несут социальную функцию Но повторюсь С точки зрения жителей А я все-таки же При равных всех условиях Бизнес Или Жители Я всегда за жителей Да Потому что их большинство И на самом деле Они определяют Все А бизнес Это уже составляющая Так же как и социалка Там Власть И так далее Поэтому Да Аптеки тоже должны И таких возможностей Повторюсь В Кире очень много У нас есть Ну например У меня в микрорайоне Есть Производство Нашей Местной Сети Закусочных И они находятся В нежилом здании И Работают там Отдельно стоящие Круглые сутки работают И никому не мешают И к сожалению В моем районе Есть Ну жители пока не жалуются Есть пекарня У которой производство В жилом доме На первом этаже Там да И По мнению жителей Что они иногда Работают ночью Повторюсь Пока Фактов таких Зафиксированных Нет Но Вот в моем случае Первый вариант Правильный Второй вариант Ну неправильный Зато какой аромат стоит От пекарни Да Это уже Другая история Не говоря уже о том Сколько там Всяких Тараканов Крыс Потенциально Может быть больше Чем В многокрытом доме Где этого нет У нас остается Буквально три минуты Я думаю Последнюю тему Которую успеем Обсудить Это аэропорт Победилово Недавно был выезд депутатов Вы тоже там Принимали участие Увидели своими глазами Как наши Воздушные ворота Преображаются В последнее время Я тоже в конце сентября В Победилово был Активно видел Все эти работы Как оцениваете То что происходит Опять деньги Опять деньги нужны Мне очень нравится Потому что в прошлом году Когда весной прошлого года Нам рассказывали о том Что в принципе Невозможно ничего сделать Со старым зданием Аэровокзала Нужно строить новые И повторюсь Уже шла спецоперация И нужны были Миллионы рублей Только на Проектную смертную документацию Сотни миллионов рублей А еще нужно будет Миллиарды на строительство Я естественно Тогда выступал Категорически против И не только я Мои коллеги И очень здорово Что нашли решение И нас уверили Что все работы Изыскательно проведены И необходимые улучшения Укрепления здания Проведены И сейчас За те деньги Что мы потратили бы Только на проектную Сметную документацию Мы делаем ремонт И вот для меня Это первая Хорошая история И это точно В копилку Новая команда губернатора И об этом всем говорю Что да Это здорово Это маленькая победа И мы увидим Обновленный аэропорт По проекту Он будет Больше Удобнее для пассажиров Это здорово И как раз мы голосовали Я голосовал За то Что если необходимо В рамках Того дополнительного дохода Которого мы получили В этом году Еще что-то В этом году Успеть сделать То это нужно сделать Потому что Это деньги Которые мы видим Используются Крайне эффективно Как бы Кировчане получат Хороший аэропорт Обновленный Повторюсь Не такой тесный Как был раньше Так что Не только Есть за что Поругать И есть за что Похвалить Ну в частности Ресторан Хотят организовать Да В здании Аэропорта Как это было В советское время Ну такая Скажем Назовем так На первом этаже Будут более демократичные цены На втором этаже Более дорогие То есть опять же Дается право выбора Если у тебя есть возможность Ты можешь Подороже покушать Если у тебя Вопрос Просто перекусить Ты Там Приехал ненадолго Не успел поужинать То у тебя такая возможность Будет И это Повторюсь Там было В советские времена И мне кажется Аэропорт станет Одной из точек Притяжения Как бы Чтобы туда приезжать Не только За полчаса До вылета Ну условно За час до вылета А чтобы приехать заранее Потому что Ну насладиться тем комфортом Эстетическое удовольствие Получить от места В котором ты находишься Ну и безусловно Большие планы у нас На следующий год 2024 По расширению списка городов Куда Можно будет добраться По воздуху Ну это Это точно радует Развитие Внутреннего туризма Это то что Нужно нашей стране Благодарю за эту беседу Время особого мнения истекает С Михаил Ковязин Депутат законодательного собрания Кировской области Удачи Спасибо Всем хорошего настроения До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok